Глава американского Минфина В течение определенного периода времени США злоупотребляли мерами экспортного контроля, постоянно усиливая подавление и сдерживая китайских полупроводников и раскалывая мировой рынок с помощью человеческого фактора. Это является разрушением глобальной свободной торговли, игнорированием международных экономических и торговых правил, а также попиранием принципа честной конкуренции. Действия США несут ущерб интересам многих стран и регионов, помешают глобальным научно-техническим обменам, экономическому и торговому сотрудничеству и в конечном итоге обернуться против самих себя. Напомню, в понедельник Китай объявил об ограничении экспорта двух металлов, Галлия и Германия, используемых в компьютерных чипах и солнечных батареях. Также в Поднебесной приняли закон, расширяющий полномочия властей в области надзора и наблюдения. Пекин рассматривает исходящие потоки информации из Китая как угрозу национальной безопасности. Американские и другие международные компании и частные лица в Китае могут столкнуться с наказаниями за традиционную деловую деятельность, которую Пекин посчитает актами шпионажа, или за действия, которые, по мнению Пекина, способствуют иностранным санкциям против Китая. Газета New York Times отмечает, что для Елен эта поездка станет дипломатическим испытанием. Ей придется защищать позицию США по экспортному контролю и тарифам, одновременно убеждая, что Вашингтон не стремится нанести ущерб экономике Китая. Обсудим сложившуюся ситуацию. С нами на связи Никита Кузьмин, синолог, докторант факультета языков и цивилизации Восточной Азии, университета Пенсильвания. Здравствуйте, спасибо, что присоединились. Здравствуйте, спасибо за приглашение. По-вашему, каких конкретных результатов от визита Елен в Китай ждут в Пекине и каких в Вашингтоне? Я думаю, этот визит стоит рассматривать в более долгоиграющем контексте, поскольку три недели назад мы видели визит госсекретаря США Энтони Плинкина в Пекине. Он встречался с председателем КНР Си Дин Пином. То есть это одна, я считаю, это один из, то есть визит Дженет Йеллен, одна из таких, скажем так, частей вот этого переговорного процесса. Тем не менее, нужно рассматривать все вот эти вот визиты и переговоры в контексте того, что Китай воспринимает себя как новая супердержава. И поэтому для Китая, конечно, очень приятно, что высокие американские чиновники его посещают. Вы также упомянули о том, что в 1 июля вступил в силу новый закон о антишпионской деятельности, который также определенный, то есть из-за того, что он становится все более абстрактным в своих формулировках, это может создать определенные проблемы, естественно, для иностранных компаний, которые работают с Китаем, для иностранцев в Китае и так далее. А вообще, насколько зависима экономика Китая от США сейчас? Безусловно, эти две экономики самые крупные по уровню, по размеру ВВП. Стоит только отметить, что по импорту Китай занимает первое место в США, 14% импорта в США из Китая и 17% экспорта в США из Китая. То есть, безусловно, эти две экономики взаимосвязаны, и несмотря на все эти политические проблемы, эти экономики связаны, и разорвать их будет не так просто. И этот разрыв, он не будет в интересах ни Китая, ни США. Ну, а возможно ли все-таки потепление отношений между США и Китаем, о котором говорил Байден? И вообще, если да, то что может лечь в основу этого потепления? Скорее всего, потепление не предвидится, потому что, еще раз я говорю, то есть Китай видит себя как новая супердержава, которая предоставляет определенную альтернативу миропорядку, такому миропорядку, который сейчас представляет США. Поэтому мир в том ключе, который мы хотим, скорее всего, маловероятен. А нужна ли тогда Китаю война с США, если переформулировать? Война, конечно, не нужна никому, но я еще раз говорю, что с точки зрения последних годов этой концепции Си Цзиньпина, то, что Китай будет добиваться, как он себя видит, по крайней мере, больших, занимать более выгодную для себя позицию в мировом миропорядке. Просто он просматривает, в каких областях эту свою позицию можно более укрепить. Спасибо большое за Ваш комментарий. Никита Кузьмин, синолог, докторант факультета языковой цивилизации Восточной Азии, университета Пенсильвании. Всего доброго.